Привет, ребят! Это Саня из UwebDesign и сегодня я расскажу вам про программу CodeKit за версией 2, которая вышла буквально неделю назад. Эта программа это TaskRunner для операционной системы macOS, подобный гранту или галпу, к которому мы привыкли, но призванный избавить нас от необходимости пользоваться командной строкой. Для тех, кому это кажется долгим, неестественным, неприятным, в общем, для тех, кто по каким-то причинам ею не пользуется. На самом деле я люблю иногда запустить SAS или компас из командной строки, чтобы просто по-быстрому проверить какие-то изменения, не настраивая целый проект в CodeKit, но для каких-то более масштабных вещей его использование, конечно, оказывается намного приятнее из-за большого количества дополнительных функций, о которых я вам сегодня и расскажу. Давайте откроем. Вот так выглядит эта программа. Здесь ничего лишнего. Мои проекты, фреймворки, которых нет. И между всеми проектами можно переключаться, смотреть, какие файлы в них находятся. Вот в данный момент мы пользуемся второй версией. И для тех, кто беспокоится по поводу количества плагинов, которые есть у Гранта, например, для любого языка, который можно только придумать, в CodeKit есть практически все. То есть на самом деле любые CSS при процессоре, лес, SAS, стилус, JavaScript при процессоре, CoffeeScript, Hamel, Jade, Slim для HTML шаблонов. Ну и огромное количество больших библиотек-миксинов типа Compass, Bourbon и все-все-все. Здесь нам благодарности. Я в первый же день купил ее за 18 долларов. У меня была скидка из-за того, что я активный пользователь первой версии. Ну и поэтому все зарегистрировано и лицензионно. Для тех, кто беспокоится по поводу лайф-релода, ну то есть автоматического обновления браузера, это в CodeKit поддерживается, потому что в нем работает встроенный сервер, как вы видите. Он откликается по порту 5757 и использует Bonjour адресацию, то есть можно по вот такому адресу подключаться в браузере, и CodeKit будет автоматически перезагружать именно вот этот адрес в каждом браузере, который подключен по сети. То есть на самом деле здесь CodeKit идет намного дальше, чем лайф-релод, потому что можно выполнять одновременный тестинг на кучу устройств, на телефоне, на планшете, везде зайти просто по этому адресу, и после того, как вы будете вносить какие-то изменения в редакторе кода, они будут автоматически обновляться на всех устройствах сразу, и это существенно уменьшает время на разработку. Ну давайте попробуем. Я сейчас вот открою редактор кода. Я создал простейший проект, в нем HTML-файл, в котором я подключаю таблицу стилей Style.css, которая компилируется из Style.scss. Ну вот вы можете здесь видеть здесь body, пара заголовков, несколько параграфов, и небольшой список с заголовками. Вот так это выглядит на данный момент в браузере. Так, не повсюду открыл. Вот так. Вот вы видите этот адрес. Ну и если я прямо здесь, в данный момент сейчас поменяю это на что-нибудь, типа Task Runner по-английски, CodeKit автоматически перезагрузит это здесь, и мы это будем ждать в реальном времени на всех устройствах. Давайте посмотрим, что он делает с CSS-файлами. Ну вот обычный SAS-файл. Здесь ничего сверхъестественного, несколько цветов. Я их применяю кучу селекторов. На самом деле здесь вы можете видеть то, что я пользуюсь новыми фичами, которые стали доступны только с релизом 3.3 SAS. На данный момент он уже вышел из статуса бета, и поэтому можете активно начинать использовать. Вы, наверное, видели мы в паблике, публиковали анонс буквально пару дней назад. Ну, предположим, что я теперь хочу, чтобы заголовок у меня был не коричневый, а красный. Я меняю это здесь, сохраняю. Вы могли видеть, CodeKit очень быстро компилирует файл, практически на лету. Вставил CSS, и цвет меняется здесь на глазах, причем даже с небольшой анимацией. Если мы посмотрим файл, который у нас получается, то здесь уже... Так, title, да, коричневый. Все здесь можно наблюдать. Ну и для каждого проекта есть настройки, то есть мы можем зайти и профайлы любого языка, изменить настройки, сделать, чтобы SASS был компресснутый. Modify existing files. И сейчас, после того, как мы сохраним в реальном времени, будет перекомпилировано все в одну строчку для того, чтобы это выпускать в production. И никаких не будет затупов по этому поводу. Можно также вернуть сейчас на Expanded, сделать Source Map. То есть вебкитовские браузеры на данный момент поддерживают технологию Source Map. И можно в инструментах разработчика, я думаю, даже сейчас, да, посмотреть, что стайл CSS берется из стайла SCSS, посмотреть его Source. И, насколько я понимаю, можно даже для каждого элемента посмотреть номер строки именно в стайл SCSS файле. То есть если бы у нас проект собирался из нескольких подключаемых SCSS файлов, мы бы могли точно знать, какое правило в каком файле подключается. И это, конечно, существенно уменьшает время на отладку, которая совсем так дорого. Еще CodeKit, естественно, может компилировать JavaScript файлы. И вот я здесь создал буквально пустой скрипт.js. И я заготовил очень сложный код. Скопирую его вам сюда. На данный момент в CodeKit у меня включен JS hint. И весь код сразу же компрессится и в папку min с суффиксом ck, что означает CodeKit, падает уже сжатый файл, который можно подключить непосредственно на странице. Но давайте попробуем. Я сейчас сохраню его здесь. И, как вы видите, CodeKit сразу выводит нам ошибки, которые JS hint нашел. То есть в данный момент, естественно, он хочет, чтобы мы в строгом режиме проверяли на соответствие типов. И на данный момент Console объект не определен. Но это легко очень поправить. Все, кто пользуется JS hint, знают, что в настройках всегда можно определить, что мы находимся в девелопменте. И здесь все, что концается, Console, Alert и так далее, будет уже игнорироваться и не будет выводиться никаких ошибок. На данный момент я сейчас перекомпилирую. Если мы посмотрим лог, то файл прошел JS hint без каких-либо проблем. Еще одной отличительной особенностью CodeKit можно назвать то, что в него интегрирует Ivan Bauer. Это большая программа, не знаю, репозиторий с различными компонентами, которые создала компания Twitter для того, чтобы удобно дистрибютировать свой Bootstrap и обновлять его. Ну вот, жмем на кнопку Assets и Брайн, разработчик CodeKit уже выставил для нас в фейворитах все самые популярные пакеты, которые можно найти в Bauer. Чтобы установить, например, jQuery в наш проект, мы всего лишь жмем на это облачко, жмем Install jQuery. Ну и, естественно, должен работать интернет, потому что он его подгрузил в папку Bauer Components. Ну и мы видим, что jQuery, src, можно любые куски смотреть. И, естественно, дистрибутив-версия, она уже здесь. Можно ее подключить прямо к нам на страницу. Но мы не будем подключать его просто из папки, а попробуем сделать то, что часто делают с помощью task-раннеров, а именно совместить несколько JS-файлов в один для того, чтобы уменьшить количество HTTP-запросов, которые выполняются на странице. Для этого мы закомментируем небольшую сервисную строку CodeKit.repent и полный путь к файлу относительно к скрипту JS, то есть Bauer Components jQuery dist jQuery min.js. На самом деле не нужно сюда подключать уже сжатые файлы, потому что после компиляции все равно весь файл будет сжат, поэтому сделаем просто jQuery.js. Так, почему-то ничего... А, вот обновляется на данный момент. И уже чуть-чуть подольше, потому что jQuery большой файл. И здесь у нас классическая проблема. JS hint находит 99 ошибок в jQuery, и на самом деле они нас не должны волновать, потому что мы точно знаем, что код валидный, просто он не отвечает всем стандартам этого автоматического парсера для проверки. И мы, конечно, можем каждый раз просто сворачивать jQuery.js и не обращать внимания на 99 issues, но на самом деле при любом изменении этого файла CodeKit все равно заново будет нам сообщать о том, что существует большое количество ошибок. Специально для этого можно дойти до файла script.js и увидеть здесь, что на вкладке подключения у нас подключается jQuery.js. Подключается это в файле, то есть из-за того, что мы вот эту строку написали. На самом деле здесь можно все drag-and-drop делать, но я считаю, это не очень разумный вариант, просто потому что это никак не отражается в самих файлах, и мы можем через какое-то время, вернувшись к проекту через неделю, просто забыть, какой файл куда подключали, и нам потребуется большое количество времени, чтобы просто понять, как был устроен наш проект. Поэтому можно просто убрать здесь чит, выключить его, и jshink не будет нас донимать бесконечными оповещениями о том, что в jQuery большое количество ошибок. Я сейчас перекомпилирую файл, и jQuery.js автоматически уже свернут, и ни о чем нам не говорит. Это что касается просто работы с файлами. Сейчас еще одной из функций CodeKit можно назвать обработку изображений. Все мы знаем плагины для гранта, которые касаются оптимизации, и здесь мы тоже можем это делать. У меня здесь добавлен проект Stock Images, и в нем, кстати, заметили, браузер обновляет тот же самый адрес, и здесь нет никакого файла index.html, поэтому ничего не появляется. Здесь у меня просто несколько стоковых изображений достаточно большого разрешения, с большим размером, и на самом деле, если мы делаем какой-то статический сайт, да даже не статический, а динамический, с небольшим количеством изображений, лучше их прогонять через подобные оптимизаторы, просто чтобы уменьшить количество данных, которые должен загрузить пользователь. Ну, естественно, мы в конечном счете не будем такие большие изображения использовать, и даже если будем, я лучше в фотошопе ужму JPEG кодированием до 40%, и на таких огромных разрешениях это все равно не будет видно, но картинки будут весить около 400 килобайт. Но для демонстрации я покажу, как это делается в CodeKit. Просто жмем кнопку Optimize, ждем какое-то время, и мы уже видим, что какие-то файлы сжимаются лучше других. Насколько я помню, первый не сжался совсем, здесь процент сжатия составил 10, 9 и 3 процента, соответственно. Это недолго, но если мы выделим их все, то практически 7% мы сэкономили. С учетом того, что здесь счет идет на мегабайт, это достаточно существенно. Ну, если это для вас не очень существенно, то можно пользоваться и фотошопом, просто потому, что вы привыкли, и иногда за счет него можно добиться даже более существенных результатов, чем здесь. Что касается встроенных функций CodeKit, то еще можно добавлять проекты Компаса и Foundation. То есть, если здесь New Compass Project, под вкладкой File и New, Zerb Foundation Project для, соответственно, библиотеки Компас и фреймворка Foundation. Я уже создал два проекта и очень быстро посмотрим. Foundation Test, заметьте, браузер сразу же автоматически обновился. Foundation опять же подгружается из Bower и в любой момент мы можем зайти в Assets, в Install, и если в данный момент какой-то пакет будет у нас обновлен, то можно здесь это будет увидеть. И вот на самом деле я даже уже вижу, что FastClick обновился. И здесь можно просто Update All Installed Components сделать и попробуем посмотреть, изменится что-то или нет. У меня сегодня или компьютер подводит, или интернет. Я даже не уверен, что из двух. Да, что-то было обновлено, я думаю. Если мы сейчас зайдем в Assets, то FastClick уже должен быть, да, последней версии. Поэтому, если мы не будем ничего перемещать из кнопки, из директории Bower Components, то можно очень легко обновлять это в данном проекте. Ну, естественно, не обязательно таскать это все в Production. В Production можно только сжатые скрипты, но на стадии разработки это очень даже полезная фича. Сейчас перенесем Foundation Test сюда. Смотрим индекс HTML. Я по сравнению со стандартной страницей Foundation добавил элемент TopBar, встроенный класс Fixed, Contain to Grid, для того, чтобы все ссылки находились в пределах максимальной ширины 1200, по-моему, пиксели, точно не помню. И App.scss, это файл, в котором мы импортируем настройки, которые включены здесь, и только нужные нам компоненты Foundation. Нет смысла таскать с собой весь фреймворк, он у нас достаточно весомый. И даже вот в этом небольшом варианте он 4330 строк занимает. Поэтому, я думаю... Ну, здесь, конечно, куча комментариев, я вот сейчас в компасовском файле line.comments.false раскомментирую. Нужно будет как-то это все сократить существенно. Сейчас перекомпилируется. Все, в принципе, достаточно быстро происходит. App.css, ну и уже 3618 строк. Как бы то ни было, вот мы встроенные стили. Они применяются, и вот этот элемент здесь фиксит. То есть, как бы, все, что мы ожидаем от Foundation, но очень быстро можно развернуть такой проект, используя только лишь один CodeKit, в который уже встроен бауэр. И это тоже экономит нам существенное количество времени. И, кстати, о компасе. Здесь мы используем... Не директива, а функцию... AddImportPath. И вот эту директорию, в которой лежит Foundation, мы включаем прямо в наш проект. И в результате в наших scss-файлах можно, на самом деле, просто написать ImportFoundation. Закомментировать вот эти частичные импорты. Перекомпилировать это. Сейчас какое-то время будет проходить. И уже 8000 строк, весь Foundation здесь. Кстати, я какие-то в тот момент не декомпилировал, потому что сейчас все выглядит значительно лучше, чем до этого. Ну, неважно. На компасе и сасе я остановлюсь подробнее в следующих скринкастах. Поэтому следите, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и компас-тест-проджект я тоже буквально создал с помощью файла NewCompassProject. Написал здесь немного текста, пару заголовков и небольшой стайл scss. Компас-ресет — это всего лишь импорт одного из scss-ресетов. Это, по-моему, Eric Mayer's Reset. Я точно не помню. Но он здесь небольшой, поэтому я думаю, да, это он. Просто обнуляет все стили вообще для всех элементов на странице. И мы можем использовать практически сразу же все функции компаса, ну, предварительно включив, конечно, какие из них нужны. Я здесь просто для демонстрации CSS3 функции включил. Вот в данный момент BoxShadow, SingleTransition — это миксины компаса, которые позволяют существенно уменьшить количество кода, которое нужно писать для всех браузеров. И вот, ну, тут я буквально небольшую интерактивность реализовал. Это все очень быстро работает. Если мы здесь хотим, допустим, сменить шрифт с PT-SERIF на Proxima Nova, то это делается буквально за пару секунд. Вот. Ну, кстати, он что-то даже и не сменился, я так понимаю. Ну, верда, для верности, это 100% есть в системе. Да, можно это все делать. И, кстати говоря, одна из пасхалок CodeKit — это изменение вот этой вот картиночки проекта. В настройках можно General сменить картинку. И здесь, кроме стандартных таких хай-тек картинок, еще и наши любимые мемы. Если вдруг кому-то хочется пошутить прямо на рабочем месте, то можно даже и такое реализовать. Ну, в общем, наверное, это все на сегодня. Подписывайтесь на наш Twitter, добавляйтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал на YouTube и удачного кодинга. Пока!